А давайте про уроки поговорим. Про уроки, да? Я сейчас такую тему нашел интересную в интернете. Давно еще знаю. Называется «Инструкция к жизни, переведенная с санскрита». Почитайте, вообще офигенная штука. Рекомендую. Значит, первое там. Ты получишь тело. Второе. Ты будешь учить уроки. Третье. Ошибок нет, есть только уроки. Четвертое. Уроки никогда не заканчиваются. А потом дальше еще идет. То есть о чем идет речь в этих четырех санскритских строчках? То есть мы сюда, мы получаем тело, чтобы уроки проходить. И они никогда не заканчиваются. Вот как бы в чем идея. То есть про что это, да? Что вот каждая наша психотравма, каждая наша эмоция, в которой мы проживаем, это наш какой-то урок. И когда вы что-то прорабатываете себе, улучшаете, переходите на следующую ступеньку. Не на следующий мир попадаете, а просто на ступеньку на одну стали. В себе какой-то изъян убрали, вы выше чуть стали. И вот мы сюда приходим для этого. То есть мы, смотрите, сюда приходим не для того, чтобы кайфовать, да? Но если верить этой теории, этой книге, то есть этой инструкции к жизни, загуглите инструкции к жизни, санскрит, там вот будет восемь правил. Их почитайте прям. Я вот их читаю, каждый день повторяю, пытаюсь в них вникнуть. У вас будет такое глубокое понимание, если вы несколько раз его там выучите, будете об этом, ну, прям думать. Это прям, там вот есть строка, там остальные все зеркала, например, да, то, что мы здесь говорим. Жизнь – это именно то, о чем ты о ней думаешь, такая строка есть. Все, что происходит в жизни, это зависит только от тебя. То есть такие, в этой инструкции, она такая короткая, восемь строк, но там, блядь, вся философия сжата коротко, короткая, вот так, как бы акцентированно, да, там, коротко. Ее надо еще немножко распаковать. И то есть, смотрите, первое, да, мы получаем здесь тело. То есть тело – это не мы, во-первых, это мы его получаем. Для чего мы его получаем? Дальше идем, там, да уроки, чтобы проходить. Не кайфовать, наслаждаться, там, что-то завоевывать. Мы здесь уроки проходим. Вот. И вот эти уроки, они, сука, не заканчиваются никогда. Вот в чем проблема. То есть проработки не закончатся, трипы не закончатся ни в этой жизни, ни в следующей, и хрен знает когда. Поэтому запасайтесь попкорном. Эта игра, в которую мы играем, она идет уже очень долго, там, миллионы лет. И в зависимости от скорости прохождения уроков, то есть вы можете урок проходить, например, за одну жизнь, да, пройти. Можно пройти, там, решить какой-то вопрос, там, за трип, за проработку. Вы можете, то есть есть возможность прям быстро проходить эти уроки. Вот грибы, проработки, они позволяют уроки быстро проходить. То есть это ускоренный вариант. То есть мы здесь постоянно, сука, сюда попадаем, вот в эту игру, блядь, с этим телом, да. Где-то там, не знаю, мы сидим, но постоянно. И нам, чтобы из нее пройти, ну, ее пройти, нам нужно уроки, много-много уроков выучить. Вот, и мы можем их быстро проходить. А можешь, то есть смотри, компьютерную игру можно пройти за 12 часов, а можно играть, там, год. Постепенно, там, потихонечку, там, тупить. Если у тебя есть чит-коды к игре компьютерной, то ты можешь, там, получить режим бога, там, какой-нибудь, там, в компьютерную игру есть, и ты, там, ускоренно пролетаешь, там, уровни, там. Вот проработки грибы – это вот такая штука. Это такие чит-коды, лайфхаки к игре, которые не для всех. То есть большинство людей будут думать, что это какой-то бред я несу, это хорошо, этим людям нельзя. То есть нельзя им этими чит-кодами пользоваться еще. То есть чтобы это понять вообще, чтобы услышать вообще, что есть какие-то чит-коды, 1% населения только к этой информации сможет подойти, потому что люди так погружены в своей, блять, жизни, да, вот они настолько в игре поглощены, что они даже понять не могут, что это игра, блять, что мы постоянно сюда приходим. Они к этому относятся, как будто что-то, блять, реальное, что ты умурешь, и все, и тебя не будет. То есть прям реально люди так заморочены, на самом деле-то. И ты ему тут про игру что-то начинаешь впуливать, и они скажут, да ты что, дебил, это какой-то, блять, шизофреник. И все, и они не будут этими чит-кодами пользоваться. Это и хорошо, пусть они играют. Долго, это их выбор. Но есть быстрые чит-коды. И они, короче, эти уроки, сука, не заканчиваются. То есть вы можете просто их быстро проходить, переходить на следующие уровни. На следующих уровнях, на каждом уровне более высоком, на каждой ступеньке у вас будет, вы будете попадать в немножко другое измерение, другое состояние. Из вашего поля будут уходить какие-то люди, никчемная информация. Вот у меня, например, в моем мире нет особо информации про войну, там что-то там. Я слышу, у меня там доходит, но у меня это вообще как бы не трогает меня эмоционально. То есть у меня никаких страхов по этому поводу нет, никакой там жалости, страданий по поводу этих дивлющих солдат. Ну да, люди мрут, это, блять, игра компьютерная. Зайдите, сука, в ведьмака, там кровь, блять, вот, месиво, это интересно. И здесь такая же игра, понимаете? Такая же, с кровью, с месивом. Вот. Чтобы пожескочу. Почему есть кровь, месиво, вам это не нравится? Потому что Творец, да, или вот эта бесконечная пустота, или там Великая Пустота, можно назвать, они предусмотрели все варианты возможные, которые могут произойти вот в этой игре. Все варианты, то есть есть свобода воли здесь, понимаете? Свобода воли есть. То есть поэтому какая-то душа, какой-то там, да, человек, грубо говоря, хочет жесткость, вот он хочет, блять, умереть, да? Вот это его желание такое. То Творец, это мне еще прям в первых трипах, я сейчас читаю Закон одного, я прям читаю, это все, что мне в трипах говорилось, мне показывали в трипах первых, я думаю, блять, охренеть, я сейчас читаю Закон одного, и это все там описано. Вот, это материалы РА, которые ченнелинг, там просто они все это прям расписали, прикольно, структурировано. То есть там прям четко написано, есть свобода воли, то есть свобода воли подразумевает, что тут должна быть и смерть, и демоны, и болезни всякие разные, тут все есть, все варианты возможные. Поэтому не надо тут переживать по поводу того, что кто-то умер. Вы самое главное должны понимать, что в этой игре можете немножко дуплиться, пока все тупят, вы можете немножко уроки быстрее проходить, чтобы в эту мясорубку все не попасть. Из этих петель повыходить. Вот смотрите, психотравма, петля, уроки, это все синонимы, это все про одно и то же, просто с разных ракурсов. Психотравма – это гипнотерапевтический психотравм, это научный такой термин «петля», это такой грибной термин «урок», это эзотерический термин такой, эзотерики, которая там, духовность. А это, по сути, все разные языки, а явления одни и те же. Вот чтобы вам понять, что это игра, чтобы дуплиться до этого, надо вот это, но трипы это хорошо показывают. Когда ты туда часто ходишь, ты там прям понимаешь, мне проводники многие говорят, они прям видели игру со стороны, над проектом были, и они всегда вот так, многие мне говорят, да ну на... Да это пи... Вот такие, там мат, ребят, есть даже. То есть, когда ты вот увидишь вот этот пи... Да весь, там нет такого... Там такая сильная эмоция, что только мат вот в пи... То есть, нету в языке терминов, которые могут это выразить. Вот это глобальный пиздец всего, настолько он бесконечный, блядь, мощный, и ты просто, когда это видишь, там просто у тебя сознание так расширяется.